Это ROG Phone 5 от ASUS, и обычно про эту линейку говорят самые мощные смартфоны. Как правило, это оправданно, потому что они первыми получают прокаченные версии топовых процессоров от Snapdragon, типа 865 Plus в прошлом году. Но чем этот аппарат выделяется? Потому что в любой флагман сейчас ставят текущий Snapdragon 888. И оказывается, дело не только в чипе, но и в том, как его готовить. Вот, посмотрите, тесты на троттлинг, которые мы делали, например, на OnePlus 9 Pro или на Mi 11. График желтеет и падает. Хнык. А здесь, впрочем, мы еще посмотрим, что происходит с троттлингом в этом смартфоне, и проведем еще кучу тестов, потому что оказалось, что это, в принципе, интересный смартфон просто с геймерским дизайном. Экран, звук и еще несколько фишек. Это Droider, с вами Борис Сиденский. Погнали! Вообще, если посмотреть на предыдущие модели, то ROG Phone 5 не слишком отличается внешне. Ключевые фишки у него в компоновке внутренних элементов, к чему еще перейдем. Сзади светящаяся лого, которым можно управлять, а на лотке сим-карт слоган GL-HF. Woodluck, have fun. В году 2001, когда мы прогуливали историю в компьютерном клубе и играли в StarCraft, то каждый матч начинали с этого. А вот в этом месте у прошлогоднего ROG Phone 3 было жидкостное охлаждение. Здесь все поинтереснее. Но почему? Сразу пятая версия. Вы, наверное, слышали, что в Китае не любят цифру 4. Это потому, что ее иероглиф звучит похоже на иероглиф слова «смерть». Отличается только тоном. Послушайте. Мы их за это не осуждаем. Действительно, звучало бы странно. Кстати, это не только в китайском, но и в других азиатских языках, которые используют эти иероглифы в японском и корейском. Что еще нравится в корпусе? Ну, во-первых, качество компонентов, которые отвечают за взаимодействие с пользователем вибро и звук. Звук здесь стерео. Причем это убер-полноценное стерео. Два динамика, которые смотрят вверх. Ровно из-за этого рамки сверху и снизу у экрана побольше, чем мы привыкли. Но как это звучит? У каждого из них отдельный усилитель. Зацените в сравнении с айфоном. И смотрите на амплитуду частотную характеристику. Нас интересует интервал от 400 Гц до 1 кГц. И здесь рок-фон заметно громче. Отсюда ощущение более глубокого звука и низов. И в придачу смартфон поддерживает кучу блютуз-кодеков от SBC, DALDAQ и APTX разных видов. Кстати, у нас есть отдельный видос про виды блютуз-кодеков. Чтобы разобраться, обязательно посмотрите. Еще есть джек для наушников, которые вернули в корпус и крутой ЦАП. Вибро в смартфоне тоже потрясное. Перемещаться по интерфейсу, набирать текст, кайфово. Давайте послушаем. В сравнении с айфоном чуть менее интенсивное, но зато более острое и тоже разборчивое. Классно. Теперь производительность. Snapdragon 888. Реально горячий про. Во всех смартфонах, где я пробовал, он троттлит очень сильно. Вот давайте посмотрим. OnePlus 9 Pro A или Mi 11. Или Mi 11 Ultra. Теперь давайте посмотрим, что происходит здесь. График почти полностью зеленый. И это реально единственный смартфон на новом Snapdragon, который подался мне с таким троттлинг-тестом на полчаса. Более того, если подключить фирменный кулер, который продается отдельно, график еще лучше. Вместо 86% троттлинга — 91%. И тут возникает вопрос. Почему смартфон так хорошо справляется с продолжительной нагрузкой? Иисус не то, чтобы компания, которая клепает смартфоны и часто практикуется. Но, скорее всего, дело именно в инженерных решениях внутри корпуса. Давайте посмотрим. Во-первых, здесь две части аккумулятора. Их разнесли вверх и вниз. Между ними, посередине, находится двухуровневая материнская плата. И еще есть достаточно большая испарительная камера сзади. Правда, из-за такого расположения телефон легче погнуть, если очень захотеть. Давайте посмотрим, что он может. Запустим тест 3DMark WildLife. И мы получаем результат почти 6000 баллов. Кстати, интересно, что если прогнать тест с запущенным кулером, то результат примерно такой же. Скорее всего, потому что тест просто короткий. И телефон успеет нагряться. Насколько это много? Ну, для сравнения, iPad Pro с мощнейшим чипом M1, который в ноутбуке ставят, набирает в 3 раза больше баллов. А вот iPhone 12 Pro тоже больше, но незначительно. Около 8000 баллов. И игры на этом смартфоне действительно большое удовольствие. Во-первых, все летает на лучших настройках. Во-вторых, смартфон долго держит высокую производительность, как мы уже видели в троттлинг-тесте. В-третьих, куча полезного софта. Есть режим производительности Mode X. Есть панелька управления играми, которая двигается сбоку. Можно переключать FPS и разными штуками управлять. Есть приложение AirMary Crate. Там можно посмотреть игры, которые поддерживают разную развертку экрана. И, конечно, фирменные курки Air Triggers, к которым можно дополнительные действия в играх привязать. Очень удобно для стрельбы, прыжков и т.д. Но это не все. Как любой игровой смартфон, ROG Phone любит аксессуары. И здесь сбоку, помимо второго разъема Type-C для зарядки во время игр, есть еще разъемчик для их подключения. Базовый аксессуар-кулер стоит 6000 рублей. И у него есть еще две дополнительные кнопочки снизу. Он же выполняет роль подставки. Удобно. Неудобно его крепить, потому что нет фиксатора. Иногда можно промахнуться. А еще не совсем ясно, куда девать резиновую заглушку для этих разъемов боковых. Еще из интересных аксессуаров есть такие фирменные наушники. Тоже полезно, если не любите задержку по Bluetooth. Суперважная часть этого смартфона — экран. Что важно знать про него? Да, это крутая Amoled-матрица на 6,8 дюйма. Здесь есть все пироги, DC-димминг, HDR и т.д. Но, что лично меня порадовало, у этого экрана нет, так сказать, увечий. Ни выреза под фронталку, ни моноброви, ничего такого. Кроме этого, он совершенно плоский. И вместе это смотрится удивительно свежо в 2021-м, когда все производители делают иначе. Ну и, конечно, герцовка. Поддерживается 60, 120 и 144 Гц. И помимо плавности интерфейсов, это полезно в играх. Например, вот так реагирует игра Shadowgun Legends при 60 Гц и при 100+. Другие спеки тоже интересные. Тут Wi-Fi 6E, что неудивительно, Asus любит Wi-Fi. И даже вот в индикаторе сверху написано «шестой Wi-Fi». Для него здесь три антенны. И в моем Wi-Fi-гетто на кухне ловятся, в отличие от большинства смартфонов. Важно, что есть еще две версии смартфона, которые у нас не продаются. Ultimate и Pro. Ultimate интересно тем, что там еще 18 гигов оперативки и есть второй экранчик сзади. И камеры. Их здесь три штуки. Основная, ультраширик и макро. Они ни на что особо не претендуют и особо не лажают, фоткают вот так. И на самом деле, если здесь еще заморочились с камерой, то получился бы просто ультимативный флаг. Потому что еще одна крутая вещь здесь — это оболочка. С одной стороны, она как бы геймерская. Есть вот эти все светящиеся темки и живые обои. С другой стороны, можно переключить оболочку в другой интерфейс, который больше всего похож на Pixel Launcher. И это просто нормальная оболочка здорового человека. Но кроме этого, сюда встали мою любимую фишку из оболочек OnePlus. И это быстрые анимации. Да, они здесь молниеносные. И это подчеркивает скорость работы смартфона. С батарейкой все тоже хорошо. Она огромная на 6000 мАч. Хватает надолго 6 часов экранного времени и больше. А в комплекте есть быстрая зарядка на 65 Вт в комплекте. Это значит 100% меньше, чем за час. И в итоге, за исключением геймерского дизайна и камеры, которую можно было бы чутка прокачать, получился вообще-то ультимит флагман, который можно советовать кому угодно. То сочетание характеристик, которые здесь есть, и тот power management, и работа с процессором, который здесь привели. Это, блин, реально круто. Плюс классная вибро, экран и лучший звук в смартфоне, который я слышал. Неплохо, да? И здесь самое интересное, это цена. Официально у нас он стоит 89,990, что, в принципе, сравнимо с другими топовыми флагманами, плюс те нишники, которые здесь есть. Но, если покопаться даже на Яндекс.Маркете, можно увидеть предложение от 52 тысяч. Да, там будет поменьше оперативки, но за это 52? Камон! По мне, звучит сочно. Пишите в комментах, что думаете по поводу этого аппарата, и, надеюсь, вам было интересно посмотреть этот насыщенный тест, который мы старались сделать. Спасибо за это. Подпишитесь, нажмите колокольчик, нажмите лайк. Ну, а с вами был Борис Итинский, и это Дройдер. До встречи в будущем. Чоу!